Дорогие друзья, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, и в нашей студии сегодня гости. Дора Балданова, директор агентства развития творчества «Арт Севера», исполнительный директор фонда развития культуры Якутии. Дора Борисовна, здравствуйте! Здравствуйте! Вероника Кострова, заведующая отделением духовых и ударных инструментов детской школы искусств номер 2 города Якутска. Вероника Михайловна, добрый день! Добрый день! И наша маленькая гостья — это Тамила Фёдорова, хамусистка и участница, и победительница многих творческих конкурсов. Очень талантливый ребёнок. Тамила, здравствуй! Здравствуйте! Также у нас в студии присутствует поддержка для Тамилы, её мама Тамара Фёдорова. Она решила остаться за кадром, но, тем не менее, Тамила её видит и чувствует поддержку своей мамы, которая очень рада успехам Тамилы. И есть чему порадоваться. Мы сейчас за кадром обсуждали. Конечно же, в эфире мы расскажем об этом подробнее. Начать я хочу, наверное, с того, что, Вероника Михайловна, к вам вопрос. Сколько у нас талантливых детей в нашей республике, в нашем городе? К чему я это спрашиваю? К тому, что предстоит очень скоро третий всероссийский фестиваль «Зима талантов», в котором будут участвовать как взрослые, но и очень много будет участвовать детей. Наверняка они и воспитанники вашей школы искусств. Ну, я хотела бы сказать, что талантливых детей у нас очень много в нашей республике. Они все разносторонние, очень развитые. У них есть не только музыкальные таланты, но и художественные, театральные, хореографические. И в нашей школе представлены практически все отделения, по которым может развиваться ребёнок. Единственное, что мы, к сожалению, не можем применять очень много детей, у нас ограниченное количество бюджетных мест, всего 312. И принимать мы можем только ровно столько количества детей, сколько мы выпускаем в учебный год. И у нас даже сложилась такая ситуация, что в этом году у нас поступало около 200 детей. Мы прослушали почти 200 детей всего на 25-30 бюджетных мест. Конечно, конкурс очень был большой. Детки приходили очень талантливые, очень хорошие. Хотелось взять всех, но, к сожалению, мы этого себе позволить не можем. Единственное, чем я могу порадовать и поделиться прекрасной новостью, что нам должны расширить наш контингент учащихся в следующем учебном году. И мы можем принять в нашу школу уже 500 детей. То есть на следующий учебный год у нас открывается очень большой достаточно конкурс. И мы можем принять достаточно большое количество наших талантливых детей. Что нужно, чтобы пройти, поступить в нашу детскую школу искусств номер 2? Какие мероприятия мы проводим конкурсные? Конечно же, это в первую очередь мы слушаем, как ребёнок поёт. Обязательно ребёнок должен нам спеть песенку, прочитать стихотворение. Дальше мы слушаем, как он может повторить ритм. Чувство ритма у ребёнка всегда бывает врождённое в более-меней степени. Конечно, этому можно обучить, но если ребёнок талантлив, у него с рождением уже прекрасное чувство ритма присутствует. Также мы разговариваем с ребёнком, смотрим на его реакцию. И у нас определённая система баллов есть, и мы ставим ребёнку баллы. И по этой побаловости системе мы уже в конце можем посмотреть, на какое направление больше подходит ребёнок. Потому что есть дети, которые очень хотят играть на инструментах, есть дети, которые хотят танцевать, есть дети, которые не знают, просто пришли, как бы сказали, вот мама меня привела, я хочу заниматься искусством. Но я не знаю, куда хочу, я хочу на всё. И вот мы начинаем уже с ним разговаривать, смотреть на какие-то определённые его сильные стороны. И направляем его на определённый либо инструмент это, либо вокал. И у нас представлено несколько отделений в нашей школе. Это духовые инструменты, духовые ударные инструменты, такие как кларнет, саксофон, труба, флейта. Ударные инструменты проходят вообще весь комплекс ударных инструментов. Хочу похвастаться тем, что в нашей школе есть единственный преподаватель, профессиональный, детский преподаватель по ударным инструментам Фёдоров Афанасий Николаевич. И он может обучить целому комплекс ударных инструментов, таких, начиная от малого барабана, которым всем известен, и заканчивая такими специфическими большими литаврами, такими, как эти большие такие очень инструменты, на которых в основном играют в симфоническом оркестре. Но весь комплекс у нас достаточно академическое у нас образование. Мы принимаем, вот на ударных инструментах мы берём взрослых детей от 9 лет. А вот на духовые инструменты мы можем взять из 6,5 лет, начиная до 9,5 лет. Если ребёнок приходит нам в этом возрасте, то мы обучаем его 8 лет. Если ребёнок же приходит в возрасте от 9 до 12, это крайний срок, на который мы можем взять ребёнка, мы обучаем по ускоренной программе по пятилетнему. И, конечно же, это всё обучение у нас бесплатное. Если на бюджетные места. Если на бюджетные места поступил, 8 лет мы обучаем ребёнка по образовательной программе. У нас 2 программы, федеральные требования, федеральный ФГТ называется, и общеразвивающий. То есть, если ребёнок учится по федеральному, он под итоги, по выпуску нашей школы получает сертификат о том, что он закончил именно государственного образца сертификат, который даёт ему право при поступлении в любой ВУЗ, в любой СПО, средне-специальное образовательное учреждение, дополнительные баллы. Даже если он поступает не в профильные, а в любой выбравший ВУЗ. То есть, образование искусством сейчас очень востребовано и очень поддерживается государством. Также в нашей школе есть отделение фортепиано, струнных смычковых инструментов. Там обучается на скрипке, на виолончели. У нас есть также отделение музыкального фольклора. Вот представительница которого у нас прекрасная девочка сидит даром. Музыкальный фольклор у нас пока есть только национальный, якутский национальный музыкальный фольклор, где обучаются игрой на хамусе, таюк, ансамбль вокально-инструментальный, именно на национальных инструментах есть. Но со следующего года мы планируем открыть также и русские народные, национальные направления по русскому народу. Значит, Тамила, которая сегодня в нашей студии, она ваша воспитанница, ученица вашей детской школы искусства? К сожалению, нет, но мы её будем ждать на следующий учебный год. И с удовольствием, наверное, её возьмёте, потому что с таким портфолио, с таким резюме, который у Тамилы. Тамила участвует и побеждает в творческих конкурсах. Также она участвовала в одной из передач, первой передачи «Вундеркинд». Дура, расскажите, пожалуйста, и Тамила тоже, может быть, что-то дополнит. Да, на канале «Пятница», первом выпуске «Вундеркинда» нашу Тамилу пригласили организаторы конкурса. Им оплатили проезд, и даже Тамила там получила свой первый заработок. Сумма немаленькая, да, мы все обрадовались. Коммерческая тайна, да? Да-да-да, коммерческая тайна. Они буквально очень быстро съездили на недельку в Москву с мамой. Они там проходили съёмки, её мама рассказывала, как они до 12, до часу ночи там сидели, репетировали. И суть там была, что собрали всех талантливых детей в количестве 15-16 штук, что ли, точно не скажу. И они должны, ну вот, и пригласили звёзды эстрады, они должны были угадать, чем занимается ребёнок. Тамила, а тебе там что сказали-то? Я помню, вот, потомственная шаманка. Потомственная шаманка и... Прогноз погоды. Угадывает погоду. Имитирует звуки природы, да, животных. А, да, имитирует, да. И назвали хамусистка, да, тоже вариант. Они угадали, да, что ты играешь на хамусе. А ты, получается, не училась в детской школе искусств, а где ты училась играть на хамусе? Кто твои учителя? Брюсанов, Айтал, Петрович, Жиркова, Туяра, Анатольевна, Альбина, Дегтярёва. Хорошо, что ты знаешь, да, своих учителей по имени. Это, мне кажется, очень важно и здорово. И, может быть, мы попросим Тамилу, чтобы она нам сыграла на хамусе. Я прямо в предвкушении, потому что Дора сказала, что ты лучшая хамусистка в нашей республике. Дорогая хамусистка в нашей республике. Дорогая хамусистка в нашей республике. Ох, как здорово. Я первый раз так близко видела хамусистку. И такие звуки, ничего себе. Это сложно же, воспроизвести звуки живой природы. Да. Ох, вообще здорово. Я прям, правда, вот в таком восторге, ничего себе. Какая ты молодец. А тебе самой то, чем ты занимаешься, нравится играть на хамусе? И что нравится тебе особенно в твоем творческом вот этом деле? Мне очень нравится играть на хамусе. Это очень тебя развлекает, радует. Ну, все. Получаешь удовольствие от того, чем ты занимаешься. У тебя такой красивый костюм. Это кто такой костюм для тебя сделал? Прям очень красивый. Мама. Мама сама сшила? Вот это да. Ничего себе. Мама прям молодец у тебя. Жаль, что вы отказались от того, чтобы быть в кадре. И мы с Дорой как раз таки говорили о том, как для ребенка важна поддержка родителя. Что если родитель вот так вот поддерживает все начинания, помогает. Сколько вы специалистов обошли, чтобы найти для Тамилы самое лучшее. И для ребенка, конечно, это важно. И, Тамила, для тебя как поддержка мамы выражается? Насколько она важна? Очень важна. Если никто меня не поддерживает, я не могу на сцену выйти, волнуюсь. И все. Когда мама рядом, конечно, все проще. Дорогие слушатели и зрители, мы продолжим говорить о талантливых детях и о третьем всероссийском фестивале «Зима талантов» буквально через две минуты. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир в нашей студии. Сегодня люди искусства. Это Вероника Кострова, Дора Балданова и Тамила Федорова. Мы говорим о том, что талант – это здорово. И главное – его помочь раскрыть. Вот Тамиле помогала мама. Мы услышали в первом блоге, как замечательно она играет на хамусе. Я в восторге и надеюсь, уверена. Все слушатели и зрители тоже. Тема нашего эфира – это предстоящий галоконцерт «Зима талантов» 2022, который начнется 22 декабря, а до 22 декабря, до 19 декабря могут подать заявки туда абсолютно все. Я вот узнала для меня прямо такая неожиданность, что могут участвовать вообще любые люди, кто чувствует в себе творческий потенциал. Это могут быть и взрослые, и дети абсолютно практически без возрастных каких-то границ от трех лет и до бесконечности. И, Дора, расскажите, пожалуйста, кто уже на сегодня заявлен как участник. Я слышала, что это есть участники и три года, которым и 90. Да, мы сначала поставили с четырех лет, и мне начали звонить воспитатели детских садов. И говорят, Дора Борисовна, но у нас есть трехлетние, которые вполне хорошо достаточно читают стихотворения. И мы увеличили, уменьшили до трех лет. У нас участвуют с трех лет, даже у нас есть коллективы, где людям, мужчинам и женщинам, 80 лет. И эти прекрасные коллективы, они так красиво танцуют, так синхронно. Они поют, они занимаются фольклором. Также у нас участвуют школьники. Классом они репетируют, нанимают там педагогов. И это как бы очень сильно хорошо сплачивает коллектив. Коллектив родителей, педагога и детей. Участвуют профессиональные коллективы у нас тоже. Они вот в таких вот конкурсах дети смотрят друг на друга. Они смотрят, они видят поведение людей. И вот это вот мы, главная наша миссия, задача создать вот эту вот историю успеха, чтобы дети могли видеть друг друга, чтобы они встречались именно в творческих вот таких вот стязаниях, да, чтобы они, и руководители они там знакомятся, да. Мы мечтаем вот в каких-то конкурсах проводить мастер-классы, да. И вот это вот состояние, вот история успеха, вот это очень детям нравится. И когда они участвуют, они даже не с победой приходят. Им важен вот этот вот процесс, когда они готовятся. Когда готовятся с ними родители, они всегда с ними. Они готовят их одежду, да, они заботятся больше, да, как бы с педагогом постоянно родители общаются. Вот у меня старший сын, средний сын постоянно участвует. Но они в каких-то конкретных ансамблях не существуют. Но им повезло, что у них очень активные и классные руководители, которые вот так вот поддерживают детей. Они с родителями договариваются. Мы нанимаем всегда хореографа или вокал. И вот мы участвуем. И до сих пор мы друзья, подруги мамы, мы встречаемся, да. И вот это я думаю, что со мной вот эти вот чувства разделяют многие родители. И за каждым талантливым ребёнком, вот, например, как наша Тамила, да, стоит очень крутой преподаватель. Утомило их несколько, да, это преподаватели, профессионалы, это энтузиасты, это люди, которые болеют, они живут этим. Это очень крутые родители, которые они жизнь отдают своих детей, да, они ради своих детей даже жертвуют своей жизнью. Они постоянно с ними, постоянная поддержка, постоянно они возят, привозят. Это в нашем городе с нашими, как сказать, этими пробками, условиями, да, вот в туман. Вот, приехали, да. И я вот хотела здесь отметить, может, немножко маленькая критика будет, но вот, допустим, было вот это 12 детских школ искусств, а в нашем городе только два. И было бы классно, да, если бы в каждом микрорайоне была бы детская школа искусств. Но нас выручает Центр детского творчества, подростковые центры, они тоже очень классно занимаются с детьми. И мы очень благодарны этим педагогам, очень благодарны этим родителям, руководителям этих коллективов, да, потому что они вот так вот занимаются. У них очень классные проекты свои тоже есть. И вот мы и дистанционно тоже делаем конкурсы. В наших дистанционных конкурсах охват очень хороший. Со всей России у нас участвуют соседи, там, с Татарстана, с Чапоксар, с Москвы, с Санкт-Петербург, со всех уголков нашей бескрайной родины. Страны СНГ, да. У нас участники скорее бывают очень крутые вокалисты, инструменталисты. И мы постоянно, когда выводим итоги, мы обязательно показываем номера. Любой, кто смотрит эти итоги, он может посмотреть, кто выиграл, где, почему, ну, вот, лучший, сразу видно, в общем, у нас всегда всё чисто. У нас в жюри есть независимые эксперты, это педагоги, которые хотят работать в жюри со всей России. И мы постоянно сотрудничаем с профессиональными, с детской школы искусств номер два. Вот. Другие детские школы искусств, педагоги тоже подключаются в жюри. То есть вот в этом галоконцерте, он всероссийский, да, фестиваль будут участвовать не только из Якутска и не только из республики. Да, к сожалению, мы, да, приглашались с других регионов, но они у нас участвуют дистанционно. Они отправляют свои видео, всё у нас принимается через наш сайт. И жюри их тоже будет просматривать, тот же состав. А в галоконцерте у нас примут участие наши победители. Это победители в номинации Гран-при. И лауреаты первой степени мы их будем награждать на сцене, на арене нашего единственного северного цирка. Поясню нашим слушателям и зрителям, что заявку на участие в галоконцерте вы можете подать до 19 декабря. А куда её подавать? Через наш сайт artsevera.com. Найдут в интернете, да, подадут. И если вдруг вы не успели за это время, но у вас есть творческие какие-то способности, желание выступить на сцене или попробовать своему ребёнку такую возможность подарить, потому что, мне кажется, выход на сцену – это же про уверенность. И когда ты, получается, такое количество внимания можешь получить, да можешь заявить о себе так, это же уже и в обычной жизни для тебя будет успехом. А потом, значит, с 22 декабря будут уже проходить конкурсные концерты, мероприятия, да. И уже 26 числа это будет галоконцерт, он пройдёт в цирке, и туда могут прийти как зрители абсолютно все. Да. Приобрести билеты и прийти. Ну и, конечно, там будет много тех, кто будет поддерживать участников, да, их семьи, друзья. Я надеюсь, что все поместятся. И про то, что школы действительно, да, хотелось бы, чтобы их было больше, потому что вот Вероника Михайловна сказала, что с сожалением таким большим, что не всех удаётся принять на бюджетные места. И наверняка не у многих есть родителей возможность, как у мамы Тамилы, да, частные уроки получать, ходить к таким вот маститам, да, уже мастерам. И, конечно, жалко, что если ребёнок, он не попадёт и как-то себя не проявит. Конечно, хорошо бы, чтобы школы было больше. Для вас, для самой, Дора, вот это мероприятие, галоконцерт, вот Всероссийский фестиваль третий, он для вас самой про что? Зачем вам это? Почему вы этим занимаетесь так активно? Потому что я, как уже говорила, вот за каждым талантливым ребёнком стоит очень классный педагог. И вот скоро, ну вот двадцать третий год, это год педагога-наставника. И мы бы хотели к концу вот этого года и на начало этого года мы хотели бы наградить наших педагогов, которые вот со своим ярым энтузиазмом, со своим профессионализмом, любовью к детям занимаются вот этим вот делом своим. И мне очень хочется, чтобы каждый, кто желает, смог себя проявить, выступить. Это история о том, что вот в детстве, да, себя проявить. Бывает, некоторые взрослеют уже, и чего-то им не хватает, и потом они начинают приходить к этому, да. Вот, кстати, я сама тоже записалась на вокал к Семёну Чинянову, тоже пойду. Никогда не поздно, да, правда, расстрелить себе способности. А у вас, Вероника, бывают такие случаи, когда к вам в школу приходят вот талантливые дети, но вот они этот возрастной уже предел, как будто бы уже перепрыгнули. И делаете ли вы тогда исключение или прям нет, и всё? А если прям очень талантливый человек? К сожалению, исключения здесь быть не может, потому что у нас определённые критерии. Мы работаем по муниципальным заданиям, где чётко указаны критерии с какого возраста и по какой возрасту, и по какой программе мы можем обучать детей. Но с прошлого года мы открыли отделение внебюджетное. То есть любой желающий может подойти и платно обучиться по любому направлению, по которому он хочет. У нас сейчас открыты направления на фортепиано, скрипка, духовые инструменты, духовые ударные инструменты, хореография и хоровое пение. То есть если вы по какому-то причине вдруг не попали, не смогли попасть на бюджетное место, вы можете подойти и написать заявление на внебюджет. Мы туда принимаем всех желающих. И уже с внебюджета мы можем посмотреть, если ребёнок дальше проявляет себя очень хорошо, он действительно талантлив, и у него есть какие-то достижения, продвижения, мы можем его перевести на бюджетное место. Даже если возраст у него не очень не подходит. Нет, всё-таки возраст нужно, чтобы подходил. К сожалению, пока у нас возрастной ценз, он всё ещё присутствует. А в частном порядке может подойти абсолютно любой взрослый человек и обучиться, например, как Дора записалась на вокал, обучиться. Или всё-таки в каком-то возрасте уже чего-то невозможно. Да, мы пока, ну, мы в проекте, у нас есть такая программа, ну, реализация именно вот такой программы, когда любой желающий без возрастных ограничений может подойти. Но сейчас пока по программе у нас до 12-13 лет, до 14 у нас самый взрослый обучается. И у нас также есть раннее статическое развитие. Это для детей-дошкольников. С ними занимается преподаватель-хореограф, они проходят ещё и слушание музыки, они слушают музыку, они рисуют, они танцуют, им рассказывают интересные истории про культуру. И это как раннее статическое развитие, мы можем даже посмотреть среди них наших будущих учеников. И мы можем рекомендовать кого-то поступить на тот или иной факультет, на тот или иной отделение. — Получается, ваши ученики будут участвовать вот в этом гала-концерте, да, и вот цель такая, чтобы преподавателей узнали, да, как можно больше тех преподавателей, которые работают в детской музыкальной школе, школе искусств и готовят таких... — Ну, вообще, такие конкурсы, ну, фестивали, да, я считаю, что стали возможными благодаря проекту нашего первого президента Михаила Ивановича Николаева, проект «Музыка для всех», где он сказал, что музыкой должны заниматься абсолютно все и сделал достаточно очень много, дал много возможностей, чтобы люди начали этим именно заниматься. Я считаю, что это очень правильное решение, очень отвечающее вот нашим требованиям сейчас, потому что культурно образованный человек, он будет намного лучше и в духовном плане, и в плане реализации себя в будущем. Ребёнок, который получил не только академическое, но и культурное образование, образование искусством, он может проявить себя лучше не обязательно в искусстве, но и вообще в жизни в целом. — Спасибо большое. У нас сейчас ещё одна короткая реклама, и буквально через две минуты мы продолжим говорить. попрошу режиссёров ещё показать те афиши, которые у нас есть про предстоящий гала-концерт. И оставайтесь, дорогие слушатели и зрители, через две минуты снова ждём вас. Дорогие друзья, у нас последний третий блок, мы в прямом эфире, телефоны 32 00 66, 32 11 66. Говорим мы сегодня об искусстве, о предстоящем гала-концерте «Зима талантов». И если у вас, возможно, есть какие-то вопросы к нашим гостям, задавайте их. В нашей студии сегодня Вероника Кострова, заведующая отделением духовых и ударных инструментов детской школы искусств номер 2 города Якутска. Дора Балданова, директор агентства развития творчества «Арт Севера», исполнительный директор фонда развития культуры Якутии. И Тамила Фёдорова, наша юная сегодня гостья, хамусистка и участница, и победительница многих творческих конкурсов. Немножко у нас заскучала Тамила во втором блоке. Давай я тебя спрошу, может быть, тебе будет интересно ответить на вопрос, вот на такое, что какие конкурсы тебе вообще, что ты чувствуешь на сцене, и может быть, что-то тебе вот запомнилось, что-то такое вот основное из вот тех конкурсов, в которых ты участвовала. Может быть, какая-то история, может быть, какое-то знакомство с кем-то. Не очень сложный вопрос. Тебе ведь 9 лет, да, и у тебя уже такой вообще большой багаж выступления на сцене, ты очень во многих конкурсах ведь участвуешь. Ну, за время пандемии, вот мы сейчас за кадром поговорили, была такая пауза, да, ну, а так вообще у тебя большой такой творческий багаж. Вот, может быть, какой-то у тебя конкурс ты запомнила, может быть, это был первый выход твой на сцену, ты запомнила, или, может быть, не первый, но какой-то очень интересный, может быть, в каком-то другом городе. Или ты так не запоминаешь, так много всего, что ты не запоминаешь. Может быть, что-то для тебя вот в самих конкурсах что-то кажется самым важным, интересным, может быть, знакомство с такими же детьми, как ты. И вот ты, например, там смотришь, узнаешь, как они играют, на чем они играют, как они выступают, или вот что ты думаешь, что ты чувствуешь, когда ты участвуешь на сцене. Знакомство с другими ребятами. А какое интересное у тебя знакомство было? С кем ты познакомилась, вот, чтобы так запомнилось тебе? Может, из другого города, или из другого какого-то, из другой республики, легиона? Из Москвы я познакомилась с многими ребятами. Дружите, переписываетесь, общаетесь? Да, переписываюсь. О чем рассказываете друг другу? Ну, иногда спрашиваем у себя в каком-то городе там поступало. Какие концерты? Какие концерты ты выступала? Уже получаются такие у вас общие творческие темы, да? А нет таких разговоров, что вы, например, устали, что вот родители вас, например, как-то туда, в этот концерт, в этот концерт, и все надоело и хочется отдохнуть. Такого нет? Вам наоборот это нравится? Или все-таки немножко устаете от такого количества мероприятий, выступлений, поездок? Или это все наоборот все окей? Окей. Я бы, например, устала бы точно в своем возрасте от такого вообще ритма бешеного. Здорово, что вам это нравится. А что ты думаешь про мир взрослых, тех людей, взрослых, которые тебя окружают? Все равно же приходится общаться со взрослыми. Вроде бы взрослые, как всем управляют, рулят. Может быть, они чего-то не понимают про вас, про детей, или как-то по-другому что-то видят? Или нормально все? Хорошо вас понимают? Иногда нормально, иногда плохо. Иногда плохо? А чего, например, не могут понимать взрослые, вот как вы дети? Смотрите на нас и думаете, ну почему вот они вот этого не понимают? Есть такое? Или вы бы, может быть, хотели, чтобы мы что-то взрослые понимали про вас? Мы же тоже когда-то были детьми, но мы выросли, и, может, что-то забыли. Как это быть ребенком? Забываешь, когда вырастаешь? Что бы ты могла сказать взрослым? Что для вас важно? Или главное, что поддерживает взрослые? Поддерживает мама? Поддерживать. Поддерживать и любить, да? Самое главное. И сшить такие красивые платья. У тебя действительно очень красивые платья. Я даже не могу представить, как это можно вот своими руками все расшить. И бисер тут есть, да? И такие как монетки. Да, дизайнерский наряд. Очень красивый наряд вообще. Ну, я благодарю тебя, Дамила, что ты сегодня вообще в нашу студию пришла, что ты нам такую красивую композицию подарила и сыграла так талантливо на хамусе. Желаю тебе дальше изучать вот это творчество у мастеров разных, в разных школах, и чтобы у тебя какая-то, может быть, вот своя уже такая методика появилась в будущем. Потому что раз это у тебя получается, раз ты в этом талантлива, значит, это твое. Ты уже думала о том, что вот, ну, дальше ты как будешь твой творческий путь продолжать? Или пока ты сегодняшним днем в моменте живешь? Я хочу свою методику создать. В будущем тоже выступать. У тебя, может быть, будет своя школа. Это же вот реально такой крутой багаж, да? Можно и выступать, и развиваться. И потом и зарабатывать очень хорошо. Вот такие вложения в себя. Это реально круто. Я хочу сделать свою школу, тренировать других, таких же, когда я был. Ну, когда я сейчас буду детей. Вот у тебя два таких разных хамуса, я вот увидела. Это же тоже прям вот, вот я даже не знала, что они такие разные. Я думала, одинаковые все. Это же тоже вот прям, ну, два инструмента, да, по идее. На каждом ты умеешь играть. Вообще здорово. А сколько их вообще бывает, разновидностей хамуса? Два. Вот, значит, и все вообще. Ты супер. Универсал. Ну, спасибо тебе большое. Я тебе желаю дальнейших побед. И твоей маме сил, и вот такого творческого вдохновения, и такого ресурса на поддержку тебя. Пусть все будет отлично. А у нас еще есть одно мероприятие, о котором мы сегодня решили рассказать. Это Королева бизнеса, которое тоже вы, как ваше агентство, агентство развития творчества «Арт Севера», организовываете. Расскажите немножко об этом мероприятии. Ну, вот, как я уже говорила, во время пандемии мы проводили все время дистанционные конкурсы. И наш сайт, он сейчас достаточно популярный среди педагогов, среди наших участников. И на нас вышли организаторы именно всероссийского тура «Бизнес-леди». И вот они нам предложили «Давайте организовывать в Якутии региональный тур «Бизнес-леди», и он у них будет проходить в феврале». И я только подумала, вот за этот год, именно за этот год, я очень много познакомилась с женщинами, которые занимаются бизнесом. Они прямо такие классные, такая энергетика от них, да. Они такие классные мамы, такие классные, очень трудолюбивые люди, активные, открытые. Это предприниматели, да? Да, женщины предприниматели. Смелые люди очень. Именно девушки, женщины. Они всегда красивы, они всегда очень сильны, волевые, да. И наравне с мужчинами они вот работают и достаточно хорошо зарабатывают. И вот, и как раз такое предложение для меня было как шелчок. Значит, это вселенная. И вот мы сейчас проводим всероссийский тур конкурса «Бизнес-леди». А он у нас как конкурс, как таковой не будет проходить, потому что мы его назвали первая премия народного признания Якутии, королева бизнеса. Мы сейчас заявки уже собираем, и там у нас будет путем голосования. А во всероссийском туре там уже будет действительно конкурс. Жюри будет участвовать с правительства, с крупных бизнесов, предпринимателей. Там же будут звезды кино, эстрады и телевидение. Это получается, у них идея такая, именно вот развивать бренд женщины-предпринимателя, именно развивать ее бизнес по России и вообще увидеть, как это все, ну, помочь им. Ну, нашим предпринимательствам, конечно, помощь не требуется, но это будет не лишним. Может, и требуется. Да, ну, возможно, но это будет не лишним именно показать себя, да, участницей, а то и победительницей, да, вот, и регионального тура. Мне кажется, предпринимателям требуется, потому что вот как раз во время пандемии, да, это люди те, которые остались вот в такой сложной ситуации, потому что они же не могли работать и не могли платить тем, кто в их команде. Поэтому наверняка невозможно вот сказать, что совсем, да, соломку не знаешь, где подстелить, сейчас такое время шаткое. Да, но это возможность именно развивать свой бизнес вне региона, и в России имеется в виду, да. И вот... Вы ведь тоже бизнес-среди? Да, я тоже бизнес, ага. Будете участвовать в этом конкурсе? Да, кстати, меня это очень привлекает, вот это вот российский, но так как я организатор регионального тура, я в региональном тура действительно, ну, естественно, принимать участие не буду. Есть очень классные участницы, я даже вот лично хочу некоторым к ним выйти, потому что это такие яркие девушки, и действительно, они достойны нашей короны, которой мы готовим, который будет исполнен очень нашей, как говорится, якутской ювелирной компанией, но будет из серебра, из драгоценных камней, и эта корона будет, к сожалению, достойна только одной девушки. И здесь тоже нет возрастного ограничения, 18 и выше, если у тебя действительно есть бизнес, если ты счастлива, и если тебя увлекает твоя работа, ты можешь уже участвовать. И вне зависимости от сферы деятельности, вне зависимости, конечно, от твоих доходов, если ты миллиарды зарабатываешь, или миллионы, да. И, да, я хочу пригласить всех женщин, наших красивых, активных бизнес-женщин участвовать в нашем конкурсе. Заявку подаете через «Обращайся». Это новый продукт якутской IT-компании, он так и называется, приложение «Обращайся». Там находите канал «Женщины Алмазной долины», и там уже можно подавать заявку. Ну, здорово, что такие мероприятия интересные ждут наших горожан, и есть возможность показать себя, проявиться, выйти на сцену, рассказать то, о чем ты умеешь, и показать, да, это все. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня пришли в нашу студию, и слушатели, и зрители, и всех благодарю за внимание, и обязательно приходите 26 декабря в цирк, и смотрите на талантливых детей и талантливых взрослых, и получайте удовольствие. Всем хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова